МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальный рекорд. Полоцкая жильево-коммунальная господарка плануя одрамонтовать. Солито 70 тысяч квадратных метров жилья. С глубины не спеши. В Брасловском районе знайшли мост, якому каля 500 годов. Аграры завершают терабление до Угунцу. Культура повинна вылежаться под теплыми жневенскими дождями и росами. И только потом я ее пробирают с полев. Пакуль ильнозаводы, занятые нарыхтовкой якосной ильно-трасты, навуковцы Института Леона уже закладывают основу под будущий ураджай. Тут створяются на осенне новых высокопродукционных гатунков. Льняная тема в наступном материале. Светло-зеленые стушки сходят за горизонт. У любой час у льняного поля своя неполторная прыгажость. Правда, любоваться краевидами у аграры у часу нема. Ловят погожие годины, каб завершить терабление до Угунцу. С полю у Дубровинского льнозавода терабильные машины уже пайшли. Пару солнечных дён и увесь лён у стушки складуть ильноводы Аршанского района. На проконце сберегли экспериментальные поля. Такие есть у каждой в области. Параунать айчинные и импортные гатунки до Угунцу – распоряджение керувника державы. Выник дозволить знять неспынные спрэчки, чые гатунки лепш. А белорусские навыковцы тем часам готовы и пропоновать аграраем новинку, будучи весной премьера нового гатунку «Талер». Гэтым летом навыковцы института у промысловы масштабе размножили яго на сенні. Уже у наступным годзель наводы аценять переваги середня саспелага гатунку до Угунца. Ясчэ Гран, Плаз, Калада, Маяк, Дукат. На сенні гэтых гатунков институт нарыхтаваў у достатку. Селекция лёны до Угунцу, Марына Литарная, займаецца девять годов. Выпускница белорусской сельскохосподаршы акадэмии, сааутар трох новинок. Праца на экспериментальных полях завершена. Ураджай чакаюць ў лаборатораях. Отрепать его на волокно и провести инструментальную оценку качества волокна, по результатам которого делаем выводы о высокопродуктивных, либо неперспективных образцах линиях для дальнейшего селекционного процесса. Льнозаводы перапрацовку нового ураджаю пачнуць ў концы жниўня. На Дубровинскім льнозаводзе до гэтыха часу завершыць рамонт, сховешчы ў сыровіны и модернізацію вытворшай лініи. Как в прошлом году мы на одной мялкі установили вальцы, в этом году мы прадожим реконструкцію. Это нам пазволит улуччаць качества, також нам производительность труда улучшацца наша, и мы думаем, что мы больше будем вырабатывать. Практика отдаваць падстратэгічную культуру землепарэшткавым прынцапі сыходзець ў минулае. Надных і тых же гектарах частей за адзін раз ў шэсь-сем гадоў паўночны шоўк вырошшываць нельга. Уже ідзе падбор льняных палёў на будучы год. Юля Устінова, Вольга Масловская, Михаил Христофоров. Новіны. Аршанскі. Дубровинскі районы. Пулыцкі і коммунальнікі сё літа плануюць адрамантоваць каля сямі 10 тыс. квадратных метраў жыля. Для прадпраемства гэта рекордная лічба. Такая высокая задача поставлена ў першыню. Мясцовы і специалисты рамантуюць дахі дамоў, мяняюць старые каналізацыйныя і водопроводныя трубы ў падвалах, доброўпаратковуюць дворовыў тэрыторы. За сім месяцаў 2019 года с пятнадцати аб'ектаў капітальна га рамонту пяц ўжо ўведзіны ўстрой. Сё літа полыцкі і коммунальнікі ідуць на рекорд. Задача адрамантоваць амаль 70 тыс. квадратных метраў жыля. Працы ведуть на ўсіх аб'ектах одночасово, з графіка не выбиваюцца. Керавніцтва прадпраемства жылёва коммунальніх ісподаркі упэўнена. По выніках года задання будзе выканана. Работы ведутся по капітальному ремонту сетей инженерных. В том числе в этом году мы проводим в комплексе и замену электроснабжения мест общего пользования, капітальному ремонту кровель. Это как и рулонные кровли, это и скатные кровли, и объекты благоустройства. Идёт замена стояков канализацией, водоснабжением. Поэтому мы стараемся находить компромисс с нашим населением, чтобы эти работы выполнялись в удобное для населения время. С 15 домов, де сёлито заплановали ремонт, 5 уже сдадены у эксплуатацию. У пяти поверховцы на улице Катулска Г1 працы амаль скончены. Тут заасфальтовали подъездную дорогу, заменили инженерные сетки и одрамонтовали дах. Поменяли полностью крышу, всё снимали до плит, весь ковёр кровельный, стяжка была здесь асфальтовая, разуклонка, всё до плиты снималось. Потом весь кровельный пирог, пароизоляция, разуклонка из керамзита, пенопласт-утеплитель, снова пароизоляция, стяжка армированная и новый кровельный ковёр. Парапиты поменялись, плиты старые демонтировались, ну, как цинковка с примерным покрытием. Веншахты переложили, какие разрушенные были, ну, процентов 60-70 было сильно разрушено. Усереднем полоцкие коммунальники ремонтуют около 10 подобных дахов за год. Працы в доме Накатовского 1 скончили за три месяца. Тут так само заменили оттепление в подвалах, стояки и трубы с гаражем и холодным водозабеспечением. Не глядя на пылные незручности подчас ремонту, мясцовые жихары задоволены. Трубы поменяли полностью, то есть это намного лучше, тем более, когда первый этаж, и у нас там в подвале велись ремонтные работы. Раньше, ну, вот недавно купили квартиру, соседи, которые рядом, они говорили, что были проблемы, когда на первом этаже там забивались трубы. Сейчас уже таких проблем нет и не затапливают, то есть всё достаточно комфортно. Сегодня полоцкое предприемство жилёво-коммунальной господарки обслуговывая больше за 1 миллион 600 квадратных метров жилья, а еще займаются доброупорадкованием территории, ремонтом в улице, дорог. Обовязка у шмат. И меркующий по колькости подзек и тёплых слов у адрастых, то створая утульность и комфорт у городе и кватерах палачан, со своей працей гэтая люди справляются добра. Артур Смоляков, Ян Пчельников, Новины, Полоцк. Студенты троих витебских навычальных установ увошли в республиканскую сборную на международном чемпионате профессийного майстерства WorldSkills 2019. Свои навыки у компетенции мобильная робототехника продемонструючь Иван Духович и Вадим Подлипска у Звитебского технологичного университета. Константин Беразенко, навученец техничного колледжа, покажа уменни у облицовыванни плиткой, а у тяслярской справе высокий узровень подрыхтовки поспробую доказать Дянис Шинкевич с технологичного колледжа. Удельники профессийных споборництвов зараз находятся у российской Казани, где завтра починается 45-й чемпионат WorldSkills. Белорусская команда выступить у 33 конкурсных компетенциях от кулинарного майстерства до квантовых технологий. Усягушу навыковой и практичной олимпиаде для молоди селита поудельничают с полторы тысячи человек с 63 краин свету. По информации пограничников, с 19-го жнивня на протягу месяца будет обмежаванный рух транспорту у пункте пропуску Грыхарушчина на мяже з Латвии. Гэта связана с проведением дорожных работ для удосконаления инфраструктуры пункта пропуску. Организаванный реверсивный рух у сих вида у транспорту падши асовой схеме. Полоцкий погранатрат рекомендуя при плановании замежных поездок выбирать альтернативные маршруты. В Брасловском районе дайверы знайшли решетки моста, якому каляпал тысячи годов. Незвычайные раскопки проходят на озере неспеш. Какие-то ямницы, хавая монастырский остров, доведалися наши корреспонденты. Под водой все рыбы мои. Но только ты, рыба моей мечты. Рыбы только любуются, и они приехали на Брасловские озера за всем за иншим, куда больше за каштовнейшим уловом. Тут столичный дайвинг-центр на волонтерских початках, шукая решетки моста. И он звучал великую землю с островом на озере неспеш. У окружения воды в початку 16-х и 100-х годят у Денича у Мужчинский монастыр, где, куча энтузиастам, стежки, по яких добиралися до обители, зараз снова набывают свои рысы. Это идут сваи, на которых был мост, ведущий к монастырю. Они от поверхности воды примерно полтора метра, и где-то на полтора метра уходят в ил. А сколько они уходят в материковое дно, пока неизвестно. Это мы пытаемся сейчас выяснить все. Почас доследования на озере неспеш выявлены 24 сваи. Кожные из них доследчики замирают, наносят на карту и фотографуют. Каб вызначить взрослый конструкции, одну из них треба достать из ил и отправить на дендрохронологическое выучение у Академию наук. Для этого подводные археологи не копают, а размывают. Это обычная грязевая помпа, которая заключается в том, что она качает воду. В данный момент мы пожарным гидрантом размываем грунт, тем самым освобождаем сваи. Пока это первый мост, который обследуется с помощью специальной группы по подводной археологии. Таких претендентов пока в Белоруссии не было. С подводными знаходками дайверы накеровываются на сушу до коллег, которые копаются у глиб монастырского острова. Это щепки, когда рубили мост. Вот они внизу, в грунте. Они только что уже потемнели. Они были желтенькие-желтенькие. Как будто только что срубили. Тем часам наземная группа археологу открыла фундамент обители. То и немногое, что засталось от святыни. В 1832 году у дровляную побудову ударила маланка. Монастыр сгорел. Очень много гвоздей, особенно на этих двух шурфах, за счет того, что фундамент был каменный, а сами постройки деревянные. Первое из моих это вызначить максимум час возникнения монастыря. Мы видим, что они снова уже в самом начале 16-го с того, что пытание было тесноен ранее. По куль, на самом справе, больше ранних материалов, запевшие письмо в разгадке, мы не маем. Мисты, когда на пожары цудом уцелела икона у ладарка озер, якой славился монастыр. Ее знайшли на суседнем острове. Его все же больше за 100 годов святыня заховывается в Брасловском костеле, хотя новая стена Енана была не одразу. Ее как бы пытались в Браслов занести. Она сюда возвращалась, тоже таинственным образом, пока не попросили преступников возглавить, там воров всяких, чтобы они возглавили эту процессию. Те, кто покаялся, был там преступником и покаялся. И только тогда она попала в Брасловский костел. Ватикан признал икону чудотворной. Десять год тому отбылась и коронация святыни. Ходят легенды, что окрямя в образа могли уцалеть и монастырские званы. Быцем мясцовая и сёня чую цех звон спад воды. Але пакуль гэта мифы. Каб зразуметь, яким был монастырский комплекс, вызначить докладную дату стварэння, археологам треба глубоко копать яща не один сезон. Пакуль волонтеры сбирают на доследование сродки с допамогой краундфандинговой кампании у планах агульными силами стварить музей и адрадзить монастыр. Виктор Пралич, Инна Пелевич, Новинный Брасловский район. Важные и самые цикавые новины с життя Витебской области доступные у интернете. Актуальные сюжеты и выпуски новин, а так само усе проекты телекомпании Витебск можно поглядзеть на официйном сайте нашей компании втв.бай. Тут же можно знайсти прогноз на дворья на ближайшие сутки. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитвуюся. Усего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok 4,9 метров в секунду. Температура паветра ночью плюс 10-15. Днем от 19 до 24 градусов тепла. У Витебску будзе в облачное на дворье. Ночью ранится и коротка часовая дажжи. Днем без опадков. Температура паветра у ночи плюс 13-15. Днем 20-22. Выше и за ноль.